Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Клубе прав ТВ. Далее, слева вверху, звездочка с новостями от компании. Тут мы видим вообще, что творится в нашей компании. Особенно в последнее время в ней творится кипяток, так называемый отвал башки. Далее, раздел архив. В разделе архив мы можем посмотреть любой тренинг, тест-драйв и так далее за прошедшее время. То есть, посмотреть в удобное для вас время, как это смотрится. Ну, например, входим в любой FFI тренинг. Нажимаем на кнопку. Далее, на зеленую стрелочку нажимаем. И тут мы можем, и далее, чтобы, вот видите, тут есть, вот он по частям тренинг, да, разбит. Мы нажимаем, начинаем с самой верхней, первой части. Далее, на стрелочку в центре экрана. И видео грузится. И мы можем смотреть. Так, далее. Еще, кстати, вот, например, нам понравился этот тренинг, и мы хотим его сохранить в архиве ссылок. Объясняю, точнее, хотим сохранить, чтобы он всегда был под рукой. Для этого мы нажимаем сохранить ссылку. Зеленая кнопка. И для того, чтобы в любой момент этот тренинг посмотреть, у нас есть раздел архив ссылок. Так, в разделе архив есть раздел архив ссылок. Нажимаем на него. И тут мы его видим, видите. То есть он всегда у нас под рукой. Третья кнопка сверху. Это рейтинг. Рейтинг показывает список всех наиболее активных людей. Как определяется рейтинг? Рейтинг определяется по тому количеству людей, которые вы завели на тест-драйв. И это, кстати, показывает, будет ли ваш бизнес успешен, и будете ли вы зарабатывать деньги. То есть это главный основной показатель. Я даже партнерам говорил, которые там, если что, говорят, да. Я спрашиваю у них одно. Покажи мне свою рабочую тетрадь. И вот в нее мы сейчас и входим. Это кнопка тетрадь. То есть много ли человек заводил людей на тест-драйв. Вот тут мы видим рабочую тетрадь. Вот имя, фамилия. Тут мы видим данные, которые оставил человек. Для связи с этим человеком. И напоминания ему, что вот надо посмотреть тест-драйв, так как он зарегистрировался. Далее четвертый раздел. Это раздел «Результаты». Кстати, насчет рабочей тетради. Если у вас есть люди, которые уже смотрели тест-драйв, или уже сразу говорят, что они хотят без тест-драйва. Вот так редко бывают такие случаи. Но если есть, чтобы дать ему возможность начать бизнес, не дожидаясь тест-драйва, надо нажать на кнопку «Активировать». То есть, видите, в любого человека мы нажимаем. И нажимаем ему кнопку «Активировать». И тогда, когда он уже войдет, он увидит у себя в кабинете кнопку «Начай бизнес». То есть, даже не дожидаясь тест-драйва. Но я никому не советую вообще это делать. В первую очередь, человек должен обязательно посмотреть тест-драйв. Это основа. Далее, тут в разделе «Результаты», «Результаты по использованию продукта». Мы можем выбрать марку вот тут автомобиля и модель, какую хотим. И нажимаете кнопку «Поиск». Всё, и мы всё видим. То есть, мы видим, какая экономия, видим технические характеристики автомобиля. Далее, что ещё есть интересного в нашем кабинете. Раздел «Меню управления». Далее, «История успеха». Это история людей, которые занимаются серьёзно нашим бизнесом и получили хорошие результаты. Таких людей много. Дальше. Что у нас? Рейтинг, спонсор, сменить пароль. Далее. Есть кнопка «Сменить пароль». Если вы хотите сменить пароль для входа в кабинет прав ТВ. Ещё, видите, есть раздел «Мои контакты». В моих контактах вы можете изменить те данные, которые заложены, которые вы хотите, чтобы видел человек, видел человек о вас. Потом, ещё интересный раздел тут. Раздел «Статистика». В разделе «Статистика» мы видим, сколько людей зелёненьких. Это посмотрели первый ролик. А жёлтенькие, сколько были в прямом эфире на тест-драйве. Далее кнопка «Мои фэфай». Кнопка «Мои фэфай» позволяет вам попасть на центральный сайт компании «Фэфай». То есть, есть первая кнопка «Бэк офис». Если вы хотите войти внутрь своего офиса, тут вводите логин и пароль. Который для «Фэфай» пароль. Напоминаю, пароль для «Фэфай». Туда вводится логин и пароль для «Фэфай». Мой магазин – это внешний магазин. Эту ссылку надо давать людям, которые не хотят заниматься бизнесом или чём-то ещё, а просто хотят заказать продукт. Что у нас далее? Далее тут инструкция по регистрации. Инструкция по регистрации. То есть, покупки стартера Кита. И сама регистрация. То есть, если нужна ссылка для того, чтобы отправить человека на регистрацию, вот, нажимаете на это, и вот выходит на регистрацию. Что у нас ещё тут есть интересного? Раздел «Моин профиль». Моин профиль – это тут вы пишете свою историю, да, чем вы занимаетесь, какие у вас цели, какой у вас доход. Вот, и тут вы либо участвуете в рейтинге, вот тут вы указываете, либо не участвуете. Так, что ещё интересного? Вот, тут, если вы хотите узнать, какая ваша персональная ссылка на кабинет «Прав ТВ», то входите в раздел «Моин управления» «Моя персональная ссылка». Далее вы можете изменить имя сайта. И это, кстати, надо делать первоначально. И вы в разделе «Новое имя сайта» пишите это новое имя. Потом, так же вы, если хотите, можете изменить дизайн сайта. В разделе «Дизайн сайта» вы можете изменить, во-первых, видео, которое у вас на заглавной странице стоит, то есть тут вы можете поэкспериментировать. И далее цветовая схема и с фактурой. Далее, какой интересный и нужный раздел. Например, верификация клубной карты показывает, какая на данный момент у вас стоит карта. У вас стоит карта. И если вам, вот вы купили голпакет, голпакет на... в центральном сайте FooFight, то первое, потом второе, что вам надо сделать, это зайти в этот раздел, в раздел «Верификация» и нажать кнопку «Отменить верификация». и создать новый запрос просто, чтобы люди в кабинете прав ТВ, до администрации видео, что вы создали запрос, и дали вам право обладать голд-картой, которая позволяет, самое ценное, достичь голд-тренингов, которые вообще самые секреты успеха бизнеса рассказываются. Что ещё есть? Ну, вот в разделе «Клубные карты» это варианты всяких карт показывается. И самый важный раздел, один из самых важных разделов, с которого начинают вообще, да, ознакомление, это раздел «Важно знать». Не управление, важно знать. И тут вы попадаете вот в это окно, и тут есть, там, порядка 20 вопросов, и вам нужно обязательно, внимательно это прочесть, изучить. А как это сделать? Вы на, видите, на вопрос, надвигаете кнопку мыши и нажимаете, и ответ вам выпадает. Ответ вам выпадает. Раздел «Спрашивайте» в этом разделе у вас, вы можете задать вопросы в кабинет «Прав ТВ». Это вопросы по кабинету «Прав ТВ». Не по доставке продукции, да, а по кабинету «Прав ТВ». Вы создаете запрос, нажимаете на кнопку, выбираете тему, пишите эту тему, точнее, выбираете «Кодиорию», пишите тему, пишите сообщение, нажимаете кнопку «Отправить». Далее, что еще есть? В разделе меню управления «Мои электронные ключи» мы можем приобрести себе электронный ключ для оплаты системы «Прав ТВ». На данный момент это либо один ключ, либо три. Например, как вообще купить ключ? Мы, значит, входим в меню управления «Мои электронные ключи», нажимаем кнопку «Купить электронный ключ», нажимаем кнопку «Оплатить». Если у вас карточка виза или мастер-карт, и вы в СНГ, то самую верхнюю берете. Если нет, то виза, мастер-карт, но не в СНГ, берете третью сверху. Тут вариантов оплаты множество. Выбирайте себе удобный вариант оплаты. Но если вы оплачиваете карты, например, то выбираете самые верхние СНГ. Потом вы спускаетесь вниз, нажимаете кнопку «Оплатить». И тут вводите номер своего телефона. И нажимаете кнопку «Подтвердить». А, тут без плюса. Вводите без плюса. И сейчас на телефон придет смс-ка с кодом оплаты. Вот она пришла. Мы вводим это одноразовый пароль. «Подтвердить». И нажимаем кнопку «Подтвердить». «Подтвердить». А вот далее, чтобы произошла оплата, мы сюда вводим номер карты, дату истечения. Дата истечения на лицевой стороне. Там написано 0515 и так далее. разное, да. До какого времени. А код CV2 находится на обратной стороне. И вот тут показано, где этот код. И нажимаете кнопку «Оплатить». И таким образом, да, вы оплачиваете систему ПравТВ. Кстати, хочу заметить, если карта не зарегистрирована в Ликпэй, то вас попросят тут зарегистрироваться, да. То есть, и далее. Ну, там все по, как написано, просто вести те данные. То есть, проблемы с этим не возникает. Далее, после оплаты ПравТВ вы заходите в кабинет ПравТВ. Так, сейчас. Заходите в раздел «Меню управления». «Мои электронные ключи». И когда вы оплатите, тут, видите, не будет вот так, да, на ключах отсутствует, а тут будет написан, тут будет кнопка «Активировать». Эта кнопка «Активировать», вы нажмёте на эту кнопку, на кнопку «Активировать», и попадёте вот на следующее окно. Так, сейчас. Вот. Вы попадёте на следующее окно «Активация клубной карты». И тут уже будет введён ваш номер ключа и кодоплата уже автоматически введена. И вам нужно нажать на кнопку «Активировать ключ». Вот этим и вы оплачиваете. Потом перезайдёте, выйдите из кабинета, после того, как оплатите, и зайдёте. И всё. И таким образом ваша карта будет продлена на месяц. Я надеюсь, что я смог объяснить хоть как-то людям и чем-то помочь. Желаю вам всех успехов и больших чеков в этом очень хорошем и невероятном, по сути, бизнесе. Всем до свидания. С вами был Бельков Антон. «Бельков Антон» «Бельков Антон»